Алхамду лиллах, алхамду лиллахи, раббил аламин, уля акибату лил маттақын, ас-салату ас-саламу аля расуліна Мухаммад, аля алихи и ас-салабихи аджма'ин, ама ба'ад, ас-саламу алейкум, рахматуллахи и баракатуллахи. Приветствуем всех наших слушателей, братьев и сестер на нашем эфире, который связан с толкованием Корана в этот священный месяц Рамадан. Вас приветствует Академия Медина. в гостях у которой Асхат Хазрат. Асхат Хазрат тафаддалю бисмиллах. Бисмиллахи рахмархим. Ас-салату ас-саламу аля лябину Мухаммаду и аля алихи и ас-саламу альхи и аджма'ин. Ас-саламу алейкум, рахматуллахи и баракатуллахи, шейхадуллахи. Ас-саламу арахматуллахи. Как, господин, прайси и сестер, Алхамдуллах, сегодня хотелось бы остановиться на аятсе, где Всевышний Субхану альтайлай говорит Поистине Аллах принимает от богобоязни. Принимает, имеется в виду благие деяния, принимает их дела, которые они делают. Поэтому, как сейчас, как раз месяц Рамадан, и уже половина месяца пролетела, быстро не успели мы заметить, как он зашел и как он пролетел, можно сказать, половину уже. И так же вторая половина быстро пролетела. И весь вопрос в том, что примет ли Аллаха, Субхану альтайлай, нет. То есть человек постится весь месяц, молится, выставит ночные молитвы, дают садака. Теперь задается вопрос, примет ли Аллах, Субхану альтайлай, нет. Да, было, Аллах Субхану альтайлай, мы хотим, потому что сахабы, Редуан Аллаху алейхим, просили полгода, чтобы Аллах Субхану альтайлай принял. После того, как они пропустились, Аллаху амаду, Кабель Минна, Рамадан. Аллах примет нас Рамадан. То есть сахабы боялись за себя, примет ли Аллах Субхану альтайлай у них. А что уже говорить о нас с вами. Поэтому давайте вернемся в аят Аллах Субхану альтайлай, где все вышли. Поистине Аллах принимает от богобоязни. Пророк Мухаммад Субхану альтайлай три раза указал на сердце. Он сказал, Богобоязненность она здесь. Богобоязненность она здесь. Богобоязненность она здесь. В сердце у каждого человека. Поэтому, что такое мак-таква, когда спросили Абн Амара мак-таква, на что он сказал, это такова богобоязненность, это когда ты думаешь, что ты не лучше, чем другие. Бывает человек, что он думает, как он самоуверенный, лучше, чем другие. Человек заходит в мечеть с таким высокомерием, не смотрит там на братья, думает, что Машалла сама богобоязненно и так далее, что-то красиво говорит. Вот это вот опасно, это халека, это уничтожение. Поэтому сказали пророку Мухаммаду, салаллаху алейкум ассалям, что один из людей красиво читает намаз. Его поклонение прекрасное. На что пророку, салаллаху алейкум, он сказал, я не знаю его, покажите мне. И когда он зашел в мечеть, сахабы, сказали, это он, что пророку, салаллаху алейкум, я вижу в его лице некий след отпечаток шайтана, сатаны. И потом подошел к нему пророку Мухаммаду, салаллаху алейкум, сказал, я с себя с именем Аллаха спрашиваю, когда ты заходишь в мечеть, в этот момент, ты не думаешь, что ты лучше, чем другие. Кали, на Аллах, он говорит, есть у меня такое чувство. Вот. Это и есть уничтожение. Калина Аллаха, Ибрахима алейкум, судно, деньги к нему придут, люди скажут, аляс-то халина Аллаха, ты ли приближенный друг Аллаха, не ты ли халина Аллаха, на что он скажет, смотрите, какой у него, какой он скромный, как он скромный себя будет вести, судно не скажет, именно на культу халина Аллах, мин вара и вара. Я давным-Давно был приближенным другу Аллаху, в ого, в ого, он и есть, хадил Аллах, он и есть приближенным друг Аллаху, ведь дунь и давно, когда ты был. Поэтому, это одно изначально, это когда человек старается выполнять все приказы Аллаха, субханалат, и оставляет то, то, что Аллах запретует. Вот это из богобоязни. То, что человек выполняет приказы, поведение аллаха и оставляет запреты который запретил когда во время один человек воровал яблоки известные истории слышали историю и на что он воровал яблоки и потом ему когда поймали сказали почему ты воруешь яблоки я ворую яблоки говорит я и раздаю их одно дело человеку как за 10 одно яблоко себе беру остальные раздаю имеющие здесь наград как будто это здесь я списываю ватне и на лампо и куда их кладу на погибах аллах прекрасен и принимает только все прекрасно только халяльно поэтому она спана даже в куране сказал в лавине трудно на этом то есть теперь задать вопрос богобоязнь на каких сосать и благобоязнь людей какие как же можно писать субхану ва Таалья говорит ва лавина ютюна маа ата ва кулубу ма жена ва кулубу ма жена ва кулубу ма жена ва кулубу ма жена аннахум и ла рамбихим ра джа ун а улайка юсари унафин хайрат ва хум ла сабикун субхану ва Таалья говорит богобоязнь они которые то что Аллах им дает они дают это то есть дают садака и дают закат из того что Аллах им дал ва кулубу ма жена но при этом их сердца переполнен трепетом аннахум иллабихим ра джа ун то что они вернутся к Аллаху субхану ва Таалья то есть дают то что Аллах субхану ва Таалья из того что Аллах им дал но при этом их сердца переполнен трепет богобоязнь То, что они вернутся к Аллаху, Субханава Та'аля. Аллах говорит, То есть они, как бы, эти люди, они соревнуются в ваших делах, и они друг друга стараются обогреть в этом. То есть, Они делают дела, но при этом боятся то, что Аллах не примет их. То есть не так, что самоверен не к ним быть, а боятся, боятся Аллах, Субханава Та'аля, примет их или нет. Поэтому, Те, которые Которые дают из того, что Аллах Субханава им дал, но при этом их сердце переполнено трепетом, это те, которые воруют, делают прерыводействие, выпивают и распивают алкоголь, но при этом они боятся Аллаха. На что сказали, «Ла я ибнеку саддиқ». Нет, дочка саддиқ, то есть свою супругу говорит. «Валакинна хум ладина юсалюн, ва ясумун, ва ята саддиқун, ва хум яхафун, а ла ятақаббал Аллаху минху». Аллаху Ахмад. Это те, которые молятся, постятся, которые дают садака, дают закат, но при этом боятся, примет ли Аллах это поклонение их или нет. Поэтому мы, уважаемые братья и сестры, сейчас находимся вместе, рамадан, на площадке такой, и мы, как бы здесь, самое главное, что мы должны просить Аллаха, чтобы принял у нас Аллах, чтобы принял это действие, чтобы был ихляс, чтобы принято действие, есть две вещи, чтобы был ихляс, сердце должно быть, должно быть искренность, только ради Аллаха, и второе, мутабы, чтобы действия наши должны быть соответствованы сунни-фраку Мухаммаду, представляете, ас-сиям, аль-киям, аль-тикаев, селеват-у-л-кур'ан, аль-бука, то есть мы, там, постимся, молимся, и аль-тикаев делаем, да, субханаллах, читаем Кур'ан, некоторые братья там плачут, и так далее, намаз, но теперь, в конце, у кого Аллах примет, а у кого нет. С каждой ночи сейчас Аллах ведет список тех, кто спасли, доказания Ада, мы из них или нет, Аллаху Алимун, поэтому мы должны вымолвать, в Аллаху Субхану Ата'але, просить, чтобы Аллах принял наш на поклонение, чтобы Аллах отдалил нас, доказания Ада, чтобы Аллах простил нас, чтобы Аллах суховил нас по прямому пути, иншаллах. Камаджаев в хадисе, анаби Хурейра, рада Аллаху Алимун, как пришло в хадисе, абу Хурейра, рада Аллаху Алимун, маа марра али муэмминей шагру, каб хайру лахуми шагру рамадан, для верующих нету лучше, говорить месяца, чем месяца рамадан. Вазалик, анал муэмминя, ауду лауду фи, минал нафақа, битағат Аллах аззава жан, потому что в этот месяц человек, алхамдуллах, сготовится до сутного дня, и дает, алхамдуллах, расходует на пути Аллаху Субхану Ата'але. Ва ма марра али мунафиқын шагру, ва ма марра али мунафиқын шагру, а шагру алихмин шагру рамадан. Одна мунафиқын, для смеров нету хуже месяца, как месяца рамадан. Почему? Почему нету месяца хуже, чем месяца рамадан? Залик анал мунафиқын, яуду лаудата литтеба'ал гафалат, вазалат али муаминин. Потому что в этот месяц мунафиқын, Аллах, слышны меня, да? В этот месяц мунафиқын, они следят за, Субхану Аллах, за верующими, и следят за их ошибками. То есть бывает такое, каждый месяц рамадан, какие-то люди бывают, выискивают ошибки своих братьев и так далее, кто прав, кто не прав, начинают спорить и так далее. И вот поэтому, мунафиқын, для мунафиқын хуже месяца нету, чем месяца рамадан, сказал правах Мухаммад, саллаху али саллаху али саллаху али саллаху. Поэтому, как говорят, аль-шайр, поэт, радан тувафын нуфуш ма касаба, уяхсану зари'ууна ма зарау, завтра, то есть судный день, каждая душа увидит то, что она сработала. И те, кто что-то посадили в этой жизни, они увидят то, что посадили в судный день плоды. Если, аль-хамдулла, эти плоды будут хорошими, то они хорошо посадили в этой жизни. То есть был их ихлаз, был хороший, намерен, было ради Аллаха, действия их сделаны. Соответственно, сульны пророкам Мухаммад. Но если они не застанут свои дела благими, то они плохо, значит, посадили. Значит, их посадили в этой жизни, они плохо поэтому особенно что данного на которые будут счастливыми люди суды день будут счастливыми и несчастными какой-то жизни есть счастливые люди есть несчастные счастливые несчастные 2 категории в течение месяца вот все в в Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok